Вчера противостоянию доллару помешали слабые данные по промышленному производству в зоне евро. Сегодня же в дело вмешался британский рынок труда. Рост безработицы в Великобритании с 3,8% до 3,9% явно разочаровал инвесторов, но не привел к существенному ослаблению фунта, а вместе с ним и единой европейской валюты. А это, в свою очередь, ясно показывает потребность рынка в локальной коррекции. Теперь рынок ждет данных по Соединенным Штатам, тем более что прогнозы тут носят сугубо негативный характер. В частности, темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 2,9% до 1,4%. Темпы же роста промышленного производства и вовсе должны замедлиться с 0,5% до 0,3%. Подобная макроэкономическая динамика наверняка приведет к возобновлению переговоров о неизбежном скатывании американской экономики в рецессию, что и будет являться поводом для ослабления доллара. А пока мы видим, как новая торговая неделя началась с незначительного отката, в результате которого евро по отношению к доллару США укрепилось примерно на 45 пунктов. На рынке все еще присутствует давление вниз со стороны продавцов. Иначе процесс восстановления курса евро был бы более значительным. Для последующего этапа восстановления необходимо стабильно удерживать котировку выше уровня 1,0900. В противном случае текущее коррекционное движение вниз может возобновиться и будет обновлен локальный минимум. Фунт стерлингов по отношению к доллару США откатился выше значения 1,2500. Однако продавцы продолжают оказывать давление на котировку. С открытием европейской сессии произошел спекулятивный ажиотаж на продаже фунта, вызванный новостным потоком, а именно данными по рынку труда Великобритании. И такое интенсивное инерционное движение провело к быстрому перегреву продавцов. В итоге котировка вернулась обратно. Для того, чтобы возник полноценный сигнал о восстановлении фунта стерлингов относительно коррекционного хода, котировке необходимо удерживаться выше уровня 1,2550, иначе риск возврата цены ниже отметки 1,2500 сохранится на рынке. Я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи!